За столом зала правительства депутаты, глава администрации муниципальных образований и общественники. Все они участники совета региональных и местных властей, а потому сообща работают над достижением поставленных задач. Решают финансовые вопросы в селах, благоустраивают общественные территории, пишут гранты и выигрывают конкурсы. Именно такой формат лёг в основу концепции развития Ульяновской области – консолидация всех структур. И та группа людей, которая сегодня работает у нас в Совете муниципальных образований, а именно юридическое направление, 7 высоких профессионалов, помогает сегодня муниципалитетам в реализации программ, в реализации законов на территории муниципалитетов. И у нас это неплохо на сегодняшний день получается. Поэтому этот опыт Ульяновской области, он сегодня тиражируется на все регионы Российской Федерации. На практике плоды работы представителей совета можно увидеть почти в каждом районе области. Местные жители видят проблему, к примеру, заброшенный парк. Они выступают с инициативой благоустроить территорию. Глава администрации помогает воплотить замысел, направляет обращение следующей инстанции. Как итог, население в единой связке с властью, участвует в общественной жизни, они выступают в роли сторонних наблюдателей. В частности, у нас в Таромаинском районе есть очень много территориальных общественных соуправлений. Очень активно работает общественная палата Таромаинского района. И это немаловажный фактор, потому что они, конечно же, очень часто нас критикуют, но и подсказывают, где в каких направлениях следует лучше работать. В областной столице подсказывают депутаты. Итоги их работы можно наблюдать во многих дворах города. Новый асфальт и парковочные места у подъездов, современные детские площадки, переформатированные свалки и пустыри в скверы и аллеи. На Совете региональных и местных властей обсудили новый формат деятельности. Он подробно изложен в золотом стандарте работы депутата. Если идея найдет отклик, ее направят на утверждение в федеральный центр. Мы же сегодня поговорили о роли депутатов, о том, какие у них права, обязанности, какие есть полномочия и возможности для того, чтобы эффективно защищать права интереса граждан, чтобы развивалась территория. Потому что главная, конечно, проблема местного самоуправления в том, что объем полномочий не соответствует объему доходной части бюджета. И для того, чтобы эффективно развивать территорию, реагировать на наказы жителей, необходимо применять все имеющиеся возможности. После обсуждений прошла торжественная часть. Лучшие представители Совета получили благодарственные письма. Прозвучали и наказы со стороны правительства области, а также законодательного собрания. Мы с вами, уважаемые коллеги, становимся пионерами нового этапа эволюции местного самоуправления. Знаю, что здесь присутствуют депутаты и главы, которые избрались этой осенью впервые. Им придется не только оперативно разобраться в текущем положении дел, но и начинать немедленно работать на перспективу меняющихся подходов к местному самоуправлению. Самые близкие к народу власть обязаны оперативно прийти на помощь, успокоить, разъяснить закон, установить справедливость, а главное не обмануть с обещаниями и никогда не обещать людям несбыточного. Тому, что смогут пообещать депутаты и общественники населению в 2024 году, посвятили пленарную часть заседания, обсудили цели и задачи, а также пути к их решению и достижению. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда.ТВ.